В основе лежит адгезивное взаимодействие плеток нейлома, плеток с кромальными окружениями, дефектами ниши. Но очень важное значение, одна из ключевых ролей принадлежит генетическим нарушениям, которые к тому же и определяют прогноз множественной нейломы. И вот именно этому посвящена наша интернет-конференция высокого риска. Дело в том, что на сегодняшний день множество нейломы считается неизлечимым заболеванием. И, наверное, одна из важных причин – это высокий риск. Поэтому очень актуальна разработка применения лекарственных препаратов, которые эффективны при высоком риске. А есть ли такие препараты? Мы сегодня с вами об этом поговорим. Я хочу представить вам участника нашей конференции. Вот слайд не идет. Станислав Степанович, вам нужно кликнуть по нему один раз и далее пробел нажать. Будет ваш слайд. А, все. Итак, уважаемые коллеги, я хочу представить вам участников нашей сегодняшней интернет-конференции. Это заведующий кафедрой внутренней болезни Национальной медицинско-исследовательской центра имени Алмазова, кандидат в медицинскую науку Галина Николаевна Сологу. Галина Николаевна, вы здесь? Почему-то мы не слышим Галины Николаевны. Да, я слышу хорошо, Станислав Семенович. А, слышно? Да, я вас слышу. Да, все. Галина Николаевна здесь. Руководитель лаборатории молекулярной генетики Российского научно-исследовательского института генетологии и трансфизиологии, доктор геологической науки Рен Степан Мартин Геевич. Рена Степановна, здесь? Здравствуйте, я здесь. И руководитель республиканского центра трансплантации костного мозга института Сергей Васильевич Дрецаев. Сергей Васильевич Побляев. Да, вот он здесь со мной, вот сейчас мы его и пили, да, он есть. Ну и я, модератор Станислав Семенович Песмейцев, работаю также в Российском научно-исследовательском институте генетологии и трансфизиологии. Ну и теперь я хотел бы предоставить слово. Во-первых, я прошу наших докладчиков, которые продолжают, придерживаться регламента. 20 минут на каждый доклад. У нас очень обширная программа. У нас три доклада, клинический пример. И потом я предлагаю присоединившимся, если у них есть вопросы, задавать. И мы в конце ответим на все ваши вопросы. Итак, первый доклад у нас делает Валерия Николаевна Сологу. Диагностические детерминаты, используемые для стратификации риска при множественной именов. Пожалуйста, Валерия Николаевна, 20 минут. Уважаемые коллеги, хорошо меня слышите, да? Слышно все. Слышите, все, отлично. Доброе утро, уважаемые коллеги. И мне хотелось бы начать свой доклад с того, что напомнить очередной раз о том, что действительно то, что говорил Станислав Семенович, множественные миеломы – это очень сложное по патогенезу заболевание. И каждый, кто встречался с этой патологией, понимает, что пациенты даже при активном использовании новых лекарственных препаратов проявляют разные результаты терапии и, соответственно, имеют различную беспрогрессивную выживаемость. Группы стандартного риска могут жить и 10, и 15 лет, и как при многих лимфопроферативных заболеваниях, 10% пациентов живут и 20 лет сейчас, и даже переживают этот рубеж. Но группы, которые имеют высокие различные прогностические индексы и клинические проявления, особенно это касается генетических аберраций, о которых мы с вами сегодня будем говорить, они даже, несмотря на инкорпорирование аутологической трансплантации, тандемной трансплантации, даже аллогенной трансплантации в некоторых центрах, все равно характеризуются очень низкой общей выживаемостью, которая может составить всего 2-3 года, и, к сожалению, мы с этой проблемой не можем никак справиться. Что определяет группу высокого риска? Конечно, прежде всего, это биологические характеристики заболевания, часть из которых на этапе диагностики мы не всегда можем анализировать. Это пролиферация клеток, это генетические аберрации, это профиль экспрессии генов, которые активно начинают использоваться, прежде всего, в рамках клинических исследований. Это, конечно, состояние микроокружения стромального костного мозга, которое поддерживает пролиферацию плазматических клеток. Это наличие экстрамедулярных очагов поражения или плазмацитом. Это опухолевая нагрузка, о которой мы можем судить, по, например, стадированию подюрисальмон, который активно продолжает использоваться в Российской Федерации и различные международные системы стадирования. Безусловно, факторы, к которым мы привыкли, это в отрасль пациента, наличие сопутствующей патологии, которая ограничивает использование ряда лекарственных препаратов. И у пациентов с рецидивом, конечно, нас интересует ответ на предшествующие терапии и время, которое прошло от первого лечения до рецидива заболевания. Совокупность всех этих факторов, в принципе, должна влиять на общую выживаемость этих пациентов и ответ на терапию. Мы прекрасно знаем, что наличие плазмацитом в дебюте заболевания является плохим прогностическим признаком. Для выявления плазмацитом мы активно используем различные визуализирующие методы. И здесь все-таки доминирующим методом является позитронно-эмиссионная компьютерная томография с тормозоксиглюкозой или с другими радиофарм препаратами. И несмотря на инкорпорирование, опять же, даже тандемную аутологичную трансплантацию в первую линию терапии, мы видим, что общая выживаемость пациентов, которые имеют плазмацитомы как в дебюте заболевания, так и во время прогрессии заболевания, отличается худшей общей выживаемостью, особенно если это плазмацитомы выявляются в дебюте. И отсюда требуются дополнительные визуализирующие методы для того, чтобы выявить наличие вот этих плазмацитом. Если мы будем говорить с вами о системе стадирования, то первая система стадирования, которая была предложена в 1975 году, это профессор Брайан Дюри и это Сидни Сайман, предложили систему стадирования по Дюри Сайман, которая отражала, по сути, опухолевую нагрузку при расчете на 10-12 степени клеток на метр квадратной поверхности тела. Мы к этой системе стадирования привыкли, она до сих пор активно используется, но она скорее характеризует вообще состояние пациента. То есть когда вы пишете стадию 3, мы понимаем, что это пациент с высокой опухолевой нагрузкой, с высоким уровнем белка, с низким уровнем гемоглобина и с деструктивными поражениями скелета, с гиперкалицемическим синдромом. Но, например, на терапию вилкет содержащими режимами эта система продолжает реализовывать прогностическое свое значение. Мы знаем, что стадия по Дюри Сайман 3, особенно 3B, конечно, является предиктором того, как больной будет отвечать на ту или иную терапию. В последующем на основе анализа очень большой базы пациентов, которые находились в клинических исследованиях, была предложена интернациональная система стадирования АСС, опорными маркерами, в котором использовались уровень бета-2 микроглобулина как показателя пронферативной активности клеток и уровень альбумина сыворотки крови. Мы уже, опять же, привыкли к этой системе стадирования, что стадия 3 по системе АСС, она, опять же, обладала отрицательным прогностическим значением на фоне терапии и старой терапии, и терапии протезомиб-содержащими режимами, и более современными лекарственными препаратами, которые мы сейчас используем. Сравнение стадии АСС и стадии Дюрисальмон показывает, что ради стадии АСС более как бы отражает тот прогноз, который мы имеем у пациента на этапе диагностики заболеваний. Появление в наших руках различных методов оценки генетических аберраций, это стандартное кореотипирование, вот этот же бендинг, это использование метода ФИШ на интерфазных клетках, и сейчас уже в разработках идут профили экспрессии генетиков и более современные методы, позволяли получить очень большую информацию относительно цитогенетических изменений, которые имеются у больных с множественной меломой. И мы прекрасно с вами знаем, что по мере становления множественной меломы от моноклональной гаммопатии на определенное значение до плазмоклеточного лейкоза и больших экстрементулярных поражений. Мы видим в дебюте сначала различные трисомии, которые включают практически все нечетные хромосомы, никто не знает почему так, кроме 1, 13 и 21. Это, естественно, цитогенетические аберрации с вовлечением локуса тяжелой цепи бомоглобулинов, это транслокация 11-14, 4-14 и некоторые другие. Комбинированные генетические аберрации, изолированные моносомией 14-хромосомы, которые встречаются более редко, но одновременно использование стандартного генетического исследования метода ФИШ, который является опорным все-таки при множественной меломе, позволяет выявить нам эти генетические аберрации уже на этапе первоначального обследования. Важно, да, это безусловно важно прежде всего для пациентов молодого возраста, потому что появление новых лекарственных препаратов позволяет нам более персонифицированно подходить к первой линии терапии. И вы видите в качестве примера лабораторию Степана Мартенкевич выполнено цитогенетическое исследование стандартное, мы видим комплексные аномалии кариотипа у пациента с множественной меломой и эти изменения, которые были верифицированы методом ФИШ, которые позволяли отнести нашего пациента к группе высокого цитогенетического риска. Если мы будем оценивать только цитогенетические изменения, то мы знаем хорошо, что в соответствии с классификацией СМАР-3 клиника МИО, мы делим сейчас меломы на меломы стандартного риска, это тресами, это трослокация 11,4,6,14, и генетические аберрации высокого риска, которые мы с вами очень хорошо все знаем, и которые мы пытаемся наиболее активно использовать у пациентов в дебюте заболевания. Развитие технологии увеличения объема данных и информации по применению ряда лекарственных препаратов наряду с молекулярными повреждениями, которые мы анализируем, привело, конечно, к тому, что мы понимаем, что не только одно генетическое событие влияет на прогноз заболевания, но и комбинированные генетические события еще больше влияют на этот прогноз или могут нивелировать те генетические аберрации, которые у пациента имеют в отношении прогноза. И понимаем, что есть группа пациентов, которые следует, наверное, относить к сверхвысокому риску, которые имеют более одного генетического события, неблагоприятного риска, высокого риска, которые мы должны точно так же анализировать на этапе публичной диагностики. Безусловно, мы знаем, что множественные генетические нарушения влияют на прогнозы пациент множественной меломы, и мы видим, что высокий риск множественной меломы характеризуется значительно меньшей общей выживаемостью по сравнению со стандартным риском на фоне терапии сейчас. И мы видим, насколько меняется выживаемость пациентов, которые имеют изолированную пресс-локацию 4.14, и эту же агенетическую аберрацию в сочетании с дилецией 17p, мы видим, что это наиболее неблагоприятная группа пациентов, которые характеризуются крайне низкой общей выживаемостью, составляющей примерно 3 года, поэтому, безусловно, это очень важно. Вот это понятие влияния цитогенетических аберраций на прогноз пациентов привело к формированию пересмотренной интернациональной системы стандированной множественной меломы, которая к стадии АСС стандартная, то есть уровень альгумина, это бета-2 микроглобулина, добавляет результаты стандартного цитогенетического исследования или метода ФИШ, и уровень лактат-дегидрогеназы, высокий он или нормальный, и мы видим, насколько это отражается на как общей выживаемости пациентов, так и беспрогрессивной выживаемости пациентов. И, конечно, опять мы видим вот эту РАСС-3, которая характеризуется медианой беспрогрессивной выживаемости всего 29 месяцев, и общей выживаемости всего 43 месяца, и это та группа, за которую, конечно, очень часто приходится бороться, особенно если это касается пациентов молодого возраста. Здесь показано, что более чем одно генетическое событие, особенно если это группа высокого риска, опять же ухудшает значительно прогноз у пациентов с множественной меломы. Внедрение активной оценки профиля экспрессии генов, который сейчас в основном все-таки проводится в рамках клинических исследований, показывает, что по мере, опять же, прогрессирования множественной меломы или формирования заболевания моноклональной гамбопатии неопределённого значения доплазмоклеточного лейкоза, мы видим различные изменения, которые касаются как увеличения активности ряда генов, так и снижения активности ряда генов, которые отвечают и за транскрипционные различные процессы, и за апоптос и другие варианты клеточной смерти, и на активность различных онкогенов, это 91 ген, который включает различные молекулы, принимающие участие, и по мере прогрессии заболевания, безусловно, те факторы, которые влияют на клеточную пролиферацию, на адгезию, на восстановление РДНК под воздействием нашей терапии или на основе просто биологической прогрессии опухоли, безусловно, меняются, и сейчас этому уделяется очень большое значение. На основании внедрения такого проекта, который касался геново-множественной меломы на фоне использования технологии саквинирования следующего поколения, выделенный в настоящее время пациента сверхвисокого риска, который можно назвать дабл-хит-меломой по аналогии с дабл-хит и трипл-хит-меломами, который имеет более чем два молекулярных события, как то, например, потеря обеих аллерий гена ТП-53, мутации делец или обе, или две дополнительные копии, которые касаются длинного плеча первой хромосомы в виде амплификации СКС-1Б гена. И это популяция, которая представляет примерно 6-10% пациентов как бы сверхвысокого риска. Чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что несмотря на то, что можем получить у них довольно высокий уровень ответа, они все равно рано дают рецидивы, то есть у них короткая беспрогрессивная выживаемость, которая отражается, безусловно, на общей выживаемости пациентов. И здесь показана вот эта зеленая кривая, которая характеризует как раз пациентам дабл-хит. И это можно отнести и к цитогенетическим аберрациям дабл-хит, две и более генетические аберрации высокого риска, которые характеризуются крайне низким, плохим ответом на терапию, крайне низкой беспрогрессивной общей выживаемости. Мы прекрасно знаем, что мелома меняется по мере прогрессии и было показано в различных статьях о том, что появляются, так же как при хроническом лейкозе, новые генетические аберрации, которые тоже характеризуют, с одной стороны, клональные изменения, с другой стороны, влияют на общую выживаемость пациентов, то есть влияют на прогноз, как то, опять же, появление дилеции 17P или апплификации длинного плеча первой хромосомы. Мы знаем, что мелома характеризуется исходной гетерогенностью, эта гетерогенность меняется и сохраняется по мере, опять же, прогрессии заболевания, и мы должны сказать о том, что, наверное, пациенты с мощной меломой сейчас требуют и цикогенетических исследований на разных этапах заболевания для того, чтобы менять наши какие-то терапевтические опции, которые расширяются. Поэтому в настоящее время к пациентам высокого риска относятся просто кроме генетических аберраций, которые мы являем методом ИШ, еще и пересмотренная, и стадия 3 по РАСС, это мы уже хорошо знаем, это высокий уровень пролиферативных, пролиферирующих клеток в костном мозге, но чаще всего мы это определяем на гистологических препаратах, когда проводится биопсия костного мозга или биопсия плазмоцитома, мы иногда видим плазмоцитомы с пролиферацией 90%, и это, конечно, новые данные по профилю экспрессии генов, которые позволяют выделять вот этот очень агрессивный вариант заболевания. И мы видим, как меняются наши возможности в настоящее время, и проявляется оценка вентилевания РНК, и вот это последующее поколение сегвинированное геномы, которое позволяет нам более таргетно оценивать больных и подбирать ту терапию, которая нам нужна. Можем ли повлиять мы теми препаратами, которые имеются у нас в руках, на прогноз больных? Да, мы прекрасно знаем, что трясомные, например, геномы, они хорошо отвечают на медамид, содержащие режимы. Мы знаем, что транслокация 11-14 с экспрессией CD20 на поверхности плазматических клеток отвечает на винитоклакс, который активно сейчас инкорпорируется для лечения этой группы пациентов. Но пациента высокого риска, безусловно, до сих пор характеризуется низкой беспрогрессивной общей выживаемостью, и, соответственно, может быть, в ближайшее время мы изменим вообще подход к пациентам группы высокого риска в связи с появлением новых лекарственных препаратов, и, может быть, для нас на каком-то этапе не будет даже важно, какая это группа высокого риска, она или стандартного, потому как новые препараты требуют новых точек контрольных для оценки терапии, и Стислав Семенович, наверное, сейчас будет про это говорить, на новых лекарственных препаратах, которые по мере углубления минимальной остаточной болезни приводят, в общем, к улучшению значительного результата отлечения пациентов в группу высокого риска. Спасибо за внимание. Вы очень корректны, очень точны. Я старалась, Стислав Семенович. Мы должны перейти к следующему докладу. Вот только как это все... Помоги, пожалуйста. Как перед этим дальше что-то. А, вот... Мышкой кликните, пробелом листаете, Стислав Семенович. Да, да, да. А теперь, пожалуйста, а, пробел, все, все, все. Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, Юлия Николаевна, хорошо представила диагностические декриминантности, показатели высокого риска. Представим, в общем-то, различные факты риска. В моем докладе в основном я буду говорить о высоком цитоиндическом риске и о возможности преодоления высокого риска. Это слайд, который я должен показать. Итак, множественная нелома, как вы уже поняли, характеризуется выраженной геномной гетерогенностью, обусловленной сложной комбинацией численных и структурных изменений хромосом, которые, как теперь уже становится понятным, играют ключевую роль вонпокинезии. И данные кариологические исследования свидетельствуют о хромосомной местопедности при множестве нейлона, проявляющейся в том числе и нарушением экспрессии генов. Надо сказать, что почти все случаи при множестве нейлона сидокинетически аномальны. То есть, видите, множественные числовые, структурные аномалии, и, по сути, любая хромосома может быть затронута так численными, так и структурными аномалиями. Наиболее распространенные аномалии являются моносамии 13, 13 и 1,1Q. Надо сказать, что в последующем вот эти численные структуры на аномалии приводят к изменению структуры и функций генов лишения. Генов лишения появляются мутации семейства рас, частота которых увеличивается в прогрессе болезни, делается мутация D53. Важное значение отводится транслокация с участием гена иммуноглобулина, тяжелой цепи иммуноглобулина, которая располагается в ране 14-32. И для более поздних стадий характерна вторичная транслокация с увеличением гена семейства МИК. И в целом создается такой геномный дисбаланс, геномный хаос как при появлении, развитии множества мелом, так и в последующем при ее прогрессировании. Клон мелома эволюционирует от моноклональной гамма-падения известного значения через тлеющие милома, миломи симптоматическое и состояние высокого риска заболевания является конечным результатом геномальной эволюции. Надо сказать, что генетические нарушения, о чем мы уже говорили с вами, это не только патогенез, но это прогноз заболевания. И я хочу обратить ваше внимание на хиш-анализ, который позволяет нам выявить целый ряд изменений, аномалий, которые определяют другу стандартного высокого риска. Это трослокация 4-14, 14-16, 11-14. Это нарушение первой хромосомы, амплификации левая дилеция, бонусоми 13 и дилеция 17p. И вот эти изменения, часть из них указывает на явный неблагоприятный прогноз в течение множественной нейроны. Галина Николаевна уже очень хорошо вам представила пересмотрена нежнейронная система стадирования, в которой включены наиболее важные генетические нарушения, определяющие группу высокого риска вместе с уровнем БТ-2 микроглобулина, то есть АСС-классификации. Я не буду подробно останавливаться, скажу лишь, что выделяются три стадии. И вот третья стадия, наиболее очень важная, имеющая наиболее неблагоприятный прогноз, включает в себе АСС-3, то есть высокий уровень БТ-2 микроглобулина, и факторы высокого цитатического риска. Здесь указаны три треслокации 4-14, 4-16, 4-16, дилеция 17, хотя есть и другие, но пока не вошедшие в эту классификацию, или высокая активность лактат для гидрогеназа. И вы видите, действительно, независимо от лечебных подходов, в этом пациенте медиана выживаемости гораздо ниже, как премиссивно, так и общая. Да, действительно, есть еще так называемый ультравысокий риск, при котором появляются комплексы нарушений, то есть 2-3 повреждения, и обратите внимание, при появлении трех одновременных повреждений региана общей выживаемости составляет всего лишь 9 месяцев. Понимание патогенеза множественной неломия. Установление основной и одной исключенной роли генетического нарушения в неломных клетках, которые к тому же являются фактором прогноза, привело к тому, что стали разрабатываться новые лекарственные препараты, новые лекарственные средства со специфическим механизм действия. Как они действуют, эти новые лекарственные препараты? Можем мы на сегодняшний день говорить о препаратах способных преодолеть высокий риск. Так вот, еще в 2013 году был опубликован один из ретроспективных анализов по результатам лечения ста больных с первой июльной множественной ломы, которые получали линолидомид в комбинации с дексаметазоном. И в этом анализе было убедительно показано, что у пациентов высокая риска, наблюдается резкое снижение экспрессивного выживаемости. То есть линолидомид хороший препарат, но он работает только в группе стандартного риска. Что касается бортозамида, здесь немножко лучше результаты. Бортозамид скомбинирован терапией с дексаметазоном, талидомидом, комбинация ПАД с адремицином действует лучше и позволяет улучшить результаты лечения как с транслокацией 4.14, так и обратите внимание на ПАД программу, которая увеличит даже общевызываемость у пациентства делятся 17 пилей. То есть протозамид в этом плане действует лучше, и поэтому то сейчас он рекомендован как поддерживающая терапия в том числе пациентов именно высокого риска. Комбинация брортозамид с энерлидомидом БРМД хорошо работающая комбинация у больниц впервые героносируем множественные меломы. Вот посмотрите одна из публикаций речерационно опубликованная в 2009 году, в которой авторы убедительно показали, что различие уровня качественных атлетов и различных цидогенетических аномалиях высокого риска недостоверна. Эта комбинация гораздо эффективнее в сравнении с протоколом РД, это показано следовательно СБОП, и надо сказать, что даже трехлетней общей выживаемости посмотрите. Приделиция 17И составила 94%. В то же время, как мы хорошо знаем, множество мелома это опухоль, характеризующий рецидивирующий течение, то есть после каждой ремиссии неизбежно выступает рецидив. Какие мы должны учитывать факторы выбора при определении летебной тактики этой тяжелой группы больных? Это факторы связаны с болезнью, с лечением и связаны с пациентом. И здесь опять же хочу обратить внимание, что очень важное значение отводится именно цитинейский и фиш и те же нарушения, аномалия. Это делится 17И, раслокация 414, 1416, 1420 и первая хромосома, амплификация. Все эти факторы свидетельствуют о наличии пациента высокого риска. Понятно, что имеют другие факторы и факторы прогноза. В частности, когда мы говорим о рецидивах, то нужно учесть, какой рецидив. В случае выявления раннего рецидива, мы тоже говорим о высоком риске. Так вот, как мы можем улучшить результаты лечения этой тяжелой группы больных? И на все очень многообещающим направлением в лечении множественной ломы является иммунотерапия. Я здесь бы хотел обратить внимание на 4 основные мишени для иммунотерапии. Это прямое воздействие на поверхностные антигены, моноклональные антикиланы, это активация опухолеспецистического иммунитета, здесь начинает применять вакцина на 100 гендритных лет. Это повышение иммуноэффектора адаптивной плечной терапии, это иммуносупрессор, то есть иммуномодуляторы, чекпоинты, возможно, в комбинации с медведь протасомы. Наиболее изученным на сегодняшний день все-таки являются моноклональные антикиланы и иммуномодуляторы. Вот именно на них я хотел обратить ваше внимание. Как работают иммуномодуляторы при процедирующей фротерной форме в группе высокого риска. Вот что касается линолидомида, то обратите внимание, он также малоэффективен в группе высокого риска. Показатель выживаемся гораздо ниже. Что касается комбинации с бортезонебом схема ВРД она работает лучше, позволяет добиться качественных ответов, хотя все же результаты ниже, чем у больниц впервые выявили множество везона. Ну а отсюда и снижение показателей вообще беспрессивной пожелательности. Еще один иммуномодулятор помолидомид, эффективность которого оценивалось исследование КМА-03. Он здесь используется комбинация с децимтазоном. И хочу обратить ваше внимание, что в целом различий стандартного высокого риска практически нет. Но вот что оказалось важным. Оказывается помолидомид хорошо работает у пациента с делением 17П. Обратите внимание, 4 и 6 беспрессивной выживаемости в случае транслокации 4 и 14 результаты уже хуже. Это же относится и общей выживаемости. То есть помолидомид хорошо работает в случае децимтазона 17П. Есть представлены результаты различных клинических исследований. Это триплеты в основе либо комбинации РД либо ВД бродозамид и децимтазона в комплексе с новым лекарственным препаратом ингибитором картосоном 2-го, 3-го поколения и моноклональными антитилами. Но ведь они все эффективны как при стандартном, так и при высоком риске. В принципе различий это существенно нет, если мы посмотрим на различные исследования. Вот это обратите внимание исследования ESPIRE, где оценивалось КРД против РД с учетом циодиагностического риска. И мы видим, что в группе высокого риска все результаты хуже, чем при стандартном. Но тем не менее медиана дискрессивной выживаемости в случае КРД 23 месяца, гораздо выше, чем в группе РД. Также неплохо работает и стандартном риске, безусловно. Нет существенных различий при выявлении трослокации 4,14 и делиться 17 лет. То есть в целом неплохо работающая комбинация, но, к сожалению, не преодолевающая высокий риск все это. Еще одна комбинация комбинации крахилзамидов с дексанитозом. Здесь крахилзамиды используются более высокой дозе, 56 мл. равных квадратных метров. Исследование ESPIRE. И вы видите комбинацию, хотя это дуплет, в принципе хорошо работающий. То есть она позволяет существенно увеличить показатели беспрогрессивной и общей выживаемости, в том числе у пациентов высокой риска. Но опять же хочу обратить внимание, что все-таки больше, более эффективна при трослокации 4,14, но не делиться 17 и. Еще один инвибитор протасомы и крахилзамид в комбинации с РД это исследование турмалин. Это исследование очень имеет примечательный такой факт. В чем она примечательна? Дело в том, что группе сексозабиба медиана беспрогессивной выживаемости при высоком риске оказалась сходной с таковой в общей популяции больных и с пациентами стандартной риской. Посмотрите, все больные медиана беспрогессивной выживаемости 26, стандартной риски 26, высокая риска 21,4, 17 и 21,4, 4,14, 18,5. То есть нет различий, причем преимущество в отношении беспрогессивной выживаемости в сравнении с РД было устойчиво проявление действия многого лечения для результатов дилет и транслокации 4,14. Все-таки в моноклональных антителах это действительно многообещающие препараты, которые позволяют нам улучшить результаты лечения больных. Их сейчас достаточно много. Все они действуют через антителы зависимую клеточную цифротоксичность, комплимент зависимый цифротоксичность или апоптоз. Одни из них пока находятся на стадии доуклинических исследований, другие клинические исследования. И два препарата, которые в том числе зарегистрированы в Российской Федерации, уже одобрены. Это Дартумумаб антителы 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 СЛА-Ф7. Надо сказать, что достаточно удивительные препараты. Вот обратите внимание на механизм действия антисидитрес 8 и антителы антителы Дартумумаб действительно уникальный механизм. То есть он оказывает промое воздействие на уху люклетвы через комплимент зависимую цифротоксичность, антителы зависимую клеточную цитотоксичность и антитела зависимых клеточных фокуситов. Кроме того, оказывает воздействие прямой на паптос рополипед посредством перекрестного связывания и модулирования ферментативной активности CD38 с прессирующим на международных клеток. Он также оказывает иммуномодулирующий эффект, продавляет энзиматическую активность CD38, он истощает потенциал CD38, увеличивает активность Т-клеток и клеточную клональность и, как результат, гибель у клевоплеток. Вот суммирующие данные по применению моноклональных антител. Вот эти два графика — это Элотузумаб в комбинации либо с РД, либо с промолидомидомидом. В исследовании Элоквент-2, Элоквент-3 вы видите результат. Элоквент, конечно же, оказался более результативным. И четыре исследования по использованию Даратомомаба, либо рефрактированных форм, комбинация ДРД и ДВД. И в первой линии терапии Даратомаб плюс ВМП и ДРД. Вы видите также, что результаты весьма привлекательные, показатели беспрессионной выживаемости гораздо лучше в сравнении с контролем группы. А как они работают в группах высокого риска? Вот исследование Элоквент-2, то есть Элотузумаб, и мы видим, что работают в группах высокого риска, но всё-таки больше. Именно в случае транслокации 4.4 МЗ, но не делится 17 ПИ. А это уже исследование Полюкс, где применялся Даратомаб в комбинации СРД у пациентов, получивших от 1 до 3 линии предшествующей терапии. И мы с вами видим значительное улучшение и выживаемость без прогрессирования в группе, получавших Даратомаб. 44,5 месяца и только 17,5 ПИ РД. Существенно высшая частота ответа и очень важно в 6 раз выше негативных полных ответов. Как эта комбинация работает в группе высокого риска? Обратите внимание, высокий ответ, по сути, такой же, как и стандартно, 85%. Очень важно, в 6 раз выше полный ответ. 38% и только 6% РД. Преимущества существенные по медиа и беспрессивной выживаемости. Дополнительных плюс 18 месяцев. То есть пациент полтора года живёт без прогрессии, с хорошим качеством жизни. То есть снижение риска прогрессирования заболеваний и смерти в группе с Даратомабом на 46%. Вот посмотрим на эффективность тратичных режимов трактов высокого риска. И вы видите исследование коллекса Даратомаб с РД, где она 26,8, а добавленная древнодопрогрессия – 18 месяцев, то есть полтора года. Гораздо меньше, а на группе Эспайр, здесь добавлено время 9 месяцев меньше, но всё-таки 11, практически 12 месяцев использованных цезамидов, и ещё меньше, всего лишь 8 месяцев добавлено время заболеваний, использование Элоктозамаба по результатам элоквента. Это уже исследование Кастера, где Даратомаб использовался комбинацией с ВД, опять же, у пациентов, получивших от одной до трех ленинг предшествующей терапии. И здесь мы видим значительное улучшение выживаемых спецпредсказирований у больных с рецидивом, получавшими Даратомаб, 16 и 70 в месяцах. Выше частота ответа и гораздо выше негативных полных ответов. Как эта комбинация работает при высоком риске? Опять же, посмотрите, 82% ответ, при ВД только 69%. В 4 раза выше пациента достигают полного ответа. Преимущества по медиане без прогрессивной выживаемости более полугода, то есть дополнительной без прогрессии пациент живет 6 месяцев, а снижение риска прогрессирования заболеваний или смерти на 60%. Сейчас очень большое внимание является минимальной остаточной болезнью, то есть выявлению остаточного меломного опухолеклона, что существенно влияет на выживаемость пациента. Так вот, достижение негативного статуса существенно улучшает результаты лечения боли как при стандартном, так и при высоком риске. Посмотрите, вот верхние зеленые кривые. Так вот, результаты исследований поликса показали, что губнегативный статус удалось получить только при высоком риске среди пациентов, получавших Даратумумаб. Посмотрите, только Даратумумаб позволил добиться губнегативного статуса. А МРД негативных пациентов в целом было в три раза выше в группе ДРД при всех уровнях чувствительности. Ну и в результате, видите, прямая линия, беспрессивная желаемость. Аналогичные результаты по исследованию КАСТА, использовался в Даратумумаб плюс ВД, вы видите, также негативный статус был получен только среди пациентов, получавших Даратумумаб, что и существенно пролонгировало региона беспрессивной желаемости. Таким образом, сегодня мы располагаем высокоэффективными препаратами, применение которых позволило существенно увеличить результаты лечения болев, множественных делом высокого риска. Использование новых препаратов дает возможность увеличить независимо от группы риска показатели и, что важно, что моноклональные антидела запускают одновременно несколько механизмов, способствуют адекватно функционированию системы, блокируют сигналы от оптилевых клеток на бесконтрольное размножение, запускают механизмы уничтожения оптилевых клеток путем связывания специфического белка с антителом. И, наконец, результаты одного из метаанализов 29 исследований по сопоставлению эффективности различных режимов терапии. Обратите внимание, согласно вот этому метаанализу, комбинация ДРД — это лучшее лечение и рецидивы миеломы на сегодняшний день. По всем анализам она занимает первую строчку. АРДРТОММАП плюс ВД — это наиболее эффективный проблезонит, содержащий режим терапии. А это позвольте мне закончить. И далее передать слово для следующего доклада. который сделает Ирина Степановна Мартинкевич. Он называется «Интерпретация результата цитогенетических исследований у пациентов с множественной миеломой». Пожалуйста, Ирина Степановна. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Я очень рада встрече с вами. Я рада и благодарю компанию за возможность общения, за возможность обсуждения сложных случаев, в частности диагностики, генетической диагностики пациентов с множественными миеломой. Я очень признательна Станиславу Семеновичу Галине Николаевне за такой глубокий анализ состояния генетических результатов, генетических методов исследований и возможностей этих методов, в частности у пациентов с множественной миеломой и об убедительном доказательстве, насколько важны эти методы исследования, эти результаты не только на этапах диагностики заболевания, но и в первую очередь в определении прогностических особенностей заболевания, выборе адекватной персонализированной терапии у наших пациентов и, безусловно, возможности мониторинга минимального остаточного клона, возможности детекции и клональной эволюции, которые являются такими важными в терапии пациентов с множественными миеломой. И, безусловно, я сегодня буду говорить в первую очередь о практическом применении на примере наших данных, на примере реальных клинических случаев. Действительно, благодаря и возможностям молекулярно-генетических технологий и накопленному опыту, мы сегодня понимаем, что в патогенезе множественные миеломы принимают участие сотни генов. В настоящее время каталог экспрессированных генов при множественной миеломы начисляет порядка 10 тысяч генов, которые описаны при множественной миеломе. И это в первую очередь гены, которые определяют процессы пролиферации, дифференцировки клеточного апартоза и других важных процессов в клеточном отделении цифре у наших пациентов. В основе патогенеза, как уже говорила Дарина Николаевна, Станислав Семенович, лежит накопление в козномозге клональных дозы живущих в косматических цветах, которые характеризуются в первую очередь соматической гипермутацией генов, приводящих к возникновению транслокаций с вовлечением локусов тяжелых цепей иммуноглобулина. И предполагается, что эти транслокации представляют собой первичные и возможно ориентирующие онкогенные события, которые определяются по крайней мере у половины пациентов с множественной миеломы. Вместе с этим существует мнение, что хромосомный состав отражает два пути патогенеза множественной миеломы. Их обычно это либо гиперзеплоидная кариотип, у наших пациентов мы определяем при помощи генетических, цитогенетических методов исследования, или негиперзеплоид. Хотелось бы отметить, что дополнительные структурные аномалии в первую очередь с участием иммуноблабулина в транслокации мы определяем у пациентов с негиперзеплоидным кариотипом. Более того, по результатам ведущих клинических исследований и собственно нашим данным гиперзеплоидия определяет лучшее течение заболевания, лучшее прогноз у пациента с множественной миеломой. Напротив, в случае наличия дополнительных структурных хромосомных аберраций, в первую очередь транслокации, делеция под причастием от хромосома, о которых мы так много сегодня говорили, значимо ухудшает прогноз и течение заболевания. Вместе с этим хотелось бы отметить, что у пациентов с такими крайне неблагоприятными хромосомными аберрациями, как дилетия 17p, транслокации 4.14, 14.16, которые сегодня по современным структурам относятся к крайне неблагоприятную прогнозическую группу, они демонстрируют лучшие прогнозические особенности течения заболевания в том случае, если они обнаруживаются в сочетании с трисомией, с так называемой гипердиплоидией. И безусловно мы понимаем и наблюдаем у наших пациентов клональную эволюцию в ходе развития заболевания. И зачастую при помощи генетических методов исследования мы обнаруживаем у половины пациентов аномалии, вовлекающие 4 и более хромосом, у некоторых пациентов и порядка 20 сих хромосом, по сути, как говорил Станислав Семенович, практически весь геном вовлечен в тот самый генетический хаос, который мы наблюдаем часто у наших пациентов с множественными ломами. Конечно, предположительно развитие той самой резистентности опухолевой клеток в процессе терапии в первую очередь, безусловно, это сложный процесс и они обусловлены тем разнообразием, гидрогенностью клональных популяций миеломных клеток, которые формируются в процессе лечения множественной миеломы. Более того, мы наблюдаем и предлительное наблюдение за развитием множественной миеломы, мы наблюдаем и смену доминирующего клона в динамике. И, безусловно, комплексные генетические нарушения и клональная эволюция при множественной миеломе во время лечения способствуют развитию той самой лекарственной резистентности, которая мешает нам достигнуть пациента. Основной нашей цели и задачи это достижение глубоких, в том числе, и молекулярных ответов у наших пациентов. Если посмотреть на те генетические аберрации, которые мы наблюдаем на этапах прогрессии множественной нейромы, то это, да, это в первую очередь те самые крайне неблагоприятные хромосомные аберрации, такие как амплификация ку-плеча первой хромосомы, дирекция 17-пи. Это, как говорил уже Станислав Семенович, транслокация 8-14, которая, казалось бы, является высокоспецифической для лимфомы Бёркета, но при прогрессии заболевания мы зачастую перестройки ценник онкогена наблюдаем и у наших пациентов. Современные возможности секвенирования следующего поколения так называемой НЖС-технологии позволяют нам выделить и другие отличительные генетические события у целого ряда генов, которые, безусловно, играют ключевую роль в развитии лекарственной резистентности у наших пациентов. Но, безусловно, мы ориентируемся на современные классификации в персонализированном подходе к выбору наиболее адекватной терапии наших пациентов. И еще раз мне бы хотелось о чем уже говорили предыдущие спикеры обратить внимание на те хромосомные операции, которые обуславливают крайне неблагоприятное течение заболевания или относятся к так называемому группе высокого риска. Это не гипердиплоидный корять, это такие структурные операции, как диреция 17П, это транслокация 414, амплификация 1Ку, транслокации 1416 и 1420. Более благоприятным или определяющим стандартный риск являются, как я уже говорила, гипердиплоидия или трисомии тех или иных хромосом без дополнительных структурных операций. транслокация 1114 и 614. И действительно при диагностике и определении прогностических особенностей течения заболевания основными методами, которыми мы обеспечиваем, это цитогенетические, стандартные цитогенетические и флюоресцентная насеклогибилизация или так называемая HH. Безусловно, у каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны, есть свои преимущества и недостатки. Так, при цитогенетическом методе исследования, несмотря на то, что для анализа нам необходимо получить у наших пациентов так называемые метафатные пластины, и это является крайне сложным действительно при, особенно, если мы говорим о множественной нейломе, процессом, поскольку плазматические клетки отличаются крайне низкой методической активностью. Но вместе с этим данный метод исследования является очень важным, и я в дальнейшем попытаюсь это доказать, поскольку благодаря тому, что мы можем исследовать, пусть даже грубо оценивая весь геном, мы имеем возможность у наших пациентов при помощи этого метода исследования обнаружить так называемое комплексное, также обуславливающее неблагоприятное течение заболевания, нарушения кариотипа. Это когда мы у наших пациентов обнаруживаем две и более, прошу прощения, две и более структурных хромосомных пристройки. Это, безусловно, моносомный кариотип. Далее я буду говорить о тех хромосомных операциях, которые мы чаще обнаруживаем при стандартном типогенетическом исследовании, но при использовании интерфазного стогенетического метода ФИШ, мы, к большому сожалению, например, если мы говорим о дилеции 13-й хромосомы или потере целой хромосомы при ФИШ- исследовании, данная операция обнаруживается на порядок ниже, чем при стандартном типогенетическом исследовании. если говорить об генетическом алгоритме, который мы исследуем и мы в нашей клинике, в нашем институте, в нашей лаборатории, то это, мне бы еще раз хотелось на этом акцентировать ваше внимание, это, безусловно, комплексный подход. Мы стараемся использовать и стандартное генетическое исследование, и ФИШ-анализ. Кариотип, я уже рассказывала его преимущества, это, безусловно, стандартный метод. Еще раз, комплексный кариотип, структурные аберрации, отличительные от высокоспецифических, которые мы можем определить при помощи ФИШ-метода исследования с использованием известных проб, зондов, которые существуют сегодня и разработаны для данного метода исследования. Это та же гипердеплоидея, которая является важным отрагностическим фактором. Ну и, конечно, преимущество этой оценки всего генома. При ФИШ-исследовании мы разработали определенный алгоритм, это скрининговый метод с анализом перестроек, всех возможных перестроек с влечением генотяжелых цепей иммуноглобулинов, который нам позволит одновременным исследованием исключить или понимать, что у пациента есть одна из прогностически значимых транслокаций, таких как 414-11-14, 416-14 14-2. Чтобы не ставить всю панель, сразу мы сначала скринируем перестройку иммуноглобулинов, а далее уже ищем партнера, какая хромосома участвует и какая транслокация в конечном результате нашего пациента определяет. Это, безусловно, дирекция по плечам 17-й хромосомы по 53-й гена, это потеря части или целой хромосомы 13-й, и, как уже говорили предыдущие спикеры, сейчас убедительно доказана значимость ампификации по плечам первой хромосомы. Безусловно, мне бы хотелось обратить также ваше внимание на ПЦР-диагностику, которая нам позволяет определять кроме дилеции 17-й и мутации, которые являются нередким событием у пациентов с множественной миеломой. Также современная технология секвенирования последнего поколения, которая нам позволяет одновременно исследовать у наших пациентов порядка 100-150 генов, как я уже говорила ранее, использование данного метода также является желательным, поскольку он позволяет нам обнаружить также патогенетически значимые прогностические мутации дополнительные к П53 у наших пациентов, затрагивающих ряд других генов. Итак, стандартные цитогенетические методы исследования, если говорить об интерпретации, о практическом применении и о том, как относиться, как трактовать к той каиограмме, которую вы получаете в результате генетического исследования из лаборатории, это на самом деле все достаточно просто. Собственно, чтобы было вам проще понимать практикующим коллегам, врачам, гематологам, что мы собственно такое в этом кариотипе написали, в формуле так называемой каиограмме, мы, безусловно, в заключении расписываем, какие генетические аберрации обнаружены у пациента, чтобы можно было более предметно обсуждать, сделать вывод о наличии того или иного кариотипа, будь то гипердиплоидного, комплексного или той или иной структурной аберрации. ФИШ в заключении также предполагает код исследователей в обязательном порядке выведения так называемого кариотипа, где мы пишем в обязательном порядке, что исследование выполнялось на интерфазных ядрах, мы обязательно указываем и в собственно сводной таблице, и в кариотипе, какие зонды, какие локусы, какие гены анализировались в данном исследовании, и также в заключении описываем вам уже адаптированным языком, какие аномалии, в каком проценте у конкретного исследуемого пациента мы обнаружим. Безусловно, ФИШ исследования является более чувствительным методом. Неоспоримым плюсом данного метода исследования является то, что нам необходимо получать метозы, метафазные пластины для исследования. Анализ мы выполняем на интерфазных ядрах. Конечно же, без данного метода исследования мы не сможем диагностировать у наших пациентов определяющие неблагоприятные прогнозы, как амплификация одинку у наших пациентов. Но обратите внимание, когда мы сравнили сопоставимость результатов цитогенетического стандартного исследования и интерфазного ФИШ исследования, то сопоставимость оказалась равна практически у только половины больных, у 48% наших пациентов. Поэтому, безусловно, когда есть возможность вот такого комплексного подхода с использованием и стандартного цитогенетического калиологического исследования и молекулярно-цитогенетического метода ФИШ, безусловно, это позволяет нам получить наиболее полную картину, информацию и, конечно, картины заболевания у наших пациентов. Немножечко расскажу о наших собственных результатах и, собственно, о тех клинических случаев, примерах, которые нам позволили выбрать благодаря генетическим результатам исследования наиболее персонализированную и адекватную терапию МАШ-КТН. В целом, мы обнаруживаем при помощи вот такого комплексного подхода использование двух методов генетических исследований приблизительно у 73% больных те или иные хромосомные операции, количественные и структурные. Безусловно, вот та беда, о которой я уже говорила, низкий методический индекс и трудности, которыми мы сталкиваемся при получении метафазных пластин для исследования, конечно, результаты цитогенетического стандартного метода исследования не столь оптичны, как молекулярно генетические, но, тем не менее, у третьих пациентов нам удается обнаружить те или иные хромосомные перестройки. При хеш-анализе, которые мы выполнили порядка у 171 пациента множественной миеломой в нашей лаборатории, в нашем институте, это приблизительно у 70 процентов больных были обнаружены те или иные генетические перестройки. Какие же структурные количественные аномалии и в каком количестве мы обнаруживали при стандартном генетическом исследовании. Наиболее часто, и мне бы хотелось особо на это обратить внимание, приблизительно у половины наших пациентов мы обнаружили потерю целой или части 13-й хромосомы. еще раз мне бы хотелось на этом акцентировать внимание. Стандартный метод исследования позволяет нам обнаружить, ну, собственно, как и совпало с нашими результатами, у половины пациентов, в то время как при фиш-исследовании порядка по различным данным в различных клинических центрах только у 15 процентов больных мы имеем возможность обнаружить данную перестройку. среди других часто определяющихся при стандартном методическом исследовании кариотипов это дилеция 17-й которая обнаруживается приблизительно у 39 процентов больных это гипердиплоидный кариотип который мы определяли у 3-ти пациентов и транслокация 11-14 приблизительно у 17 процентов больных. Обратите внимание, что вот та самая перестройка ЦИНИК которая как раз и локализована в лопусе КУ-2-4 на 8-й хромосоме у нас безусловно это были в первую очередь рецептивы множественной миеломы прогрессии заболевания обнаруживались приблизительно у 5 процентов ПСН. При фиш исследовании распределения структурных хромосомных операций было следующим я уже говорила об особенностях выявления аномалий 13-й хромосомы при фиш исследовании она была обнаружена всего у 8 процентов больных. Вместе с этим наиболее часто мы определяли у третьих пациентов амплификацию КУ-1-й хромосомы дирекцию 17 и у приблизительно 26 процентов больных. Среди также часто обнаруживаемых структурных аберраций это были безусловно транслокации с облечением тяжелых степей иммуноглобулина. В первую очередь у 20 приблизительно процентов больных это пола транслокация 11-14 и у 17 процентов пациентов крайне благоприятная транслокация 4-14. Обратите внимание также при помощи фиши метода исследования нам удалось о чем говорила сегодня Галина Николаевна определить так называемую дабл хит миелому и такие пациенты составили около 7 процентов больных. Сегодня уже Галина Николаевна говорила и мне бы хотелось также показать в качестве примера пациента с выполненными генетическими и цитогенетическими и молекулярно-цитогенетическими методами исследования насколько это важно и такой подход позволяет выявить вот ту группу пациентов о котором говорила Галина Николаевна с более одним неблагоприятным цитогенетическим событием таких пациентов среди нами исследованных были 12 процентов больных и дабл хит лимфома о которой я поговорю далее. Обратите внимание если бы мы у наших пациентов выполнили только стандартный цитогенетический метод исследования при котором мы обнаружили обнаружили дирекцию 17 п это ну да безусловно неблагоприятный прогноз но Галина Николаевна показывала о том что наличие двух более неблагоприятных цитогенетических маркеров это очень важно поскольку значимо они такая картина ухудшает течение заболевания ответ на проводимую терапию однако при параллельном исследовании использованием молекулярного цитогенетического фиш метода исследования нам удалось обнаружить целый ряд в том числе неблагоприятных генетических маркеров операций в частности в дополнение к дилетии 17 п мы обнаружили транслокацию неплохо виду не помню 4.14 мы обнаружили крайне неблагоприятные амплификации 1.0 это нам позволило по сути отнести данного пациента к группе высокого риска крайне высокого агрессивного риска и безусловно с соответствующим клиническим подходом в выборе терапии очень много и уже об этом говорила сегодня Галина Николаевна в частности Станислав Семенович благодаря вот таким современным возможностям возрастающим возможностям появлением новых молекулярно-генетических технологий безусловно благодаря накоплению информации данных о генетических аномалиях у пациента с множественной нейломой конечно сертификационные шкалы пересматриваются если согласно классификации смарт 2.0 выделяли три группы высокого промежуточного стандартного риска то сейчас основываясь на возможности современной терапии высокоэффективной выделяют две группы но обратите внимание вот тот самый комплексный кариотип которые то относят к группе неблагоприятного высокого риска согласно смарт 2.0 к промежуточному риску мне бы на этой группе пациентов на этих кариотипах хотелось бы остановиться немножечко подробнее на собственных данных обратите внимание например пациент у которого при стандартном цитогенетическом исследовании был обнаружен гипердеплоидный кариотип количеством хромосом 53-54 со структурными и количественными перестройками если посмотреть внимательно на те цитогенетические аномалии которые мы обнаружили то среди них трисомия первая хромосома делиция по плечу первой хромосома и безусловно можно бы было заподозрить ту самую амплификацию да благодаря гипердеплоидии и структурным перестройкам 1К первой хромосомы и в действительности при фиш-исследовании мы обнаружили амплификацию по-моему там было 4 и более сигнала которые мы определяли у наших пациентов и конечно мы сегодня благодаря понимаем благодаря современным данным мы понимаем как уже говорила Галина Николаевна насколько важно выделить таких пациентов с таким агрессивным агрессивной генетической картиной как соответствующей W-H-E-M-E-L-U-M-E и у данного пациента благодаря афиш-исследования мы определили вот те самые более четырех амплифицированных генов амплификации 1КУ в дополнение к стандартному цитогенетическому исследованию. И обратите внимание на собственные данные. Нам было интересно все-таки провести сравнительную характеристику общей безрецидивной выживаемости у пациентов с комплексным кариотипом. И сравнительный анализ показал значимые отличия как по общей выживаемости при сравнении пациентов с комплексным кариотипом и без таковых нарушений, так и сравнивая пациентов с такими, казалось бы, прогностически неблагоприятным прогнозом, как в случае наличия в дирекции ПКЧ-17 хромосомы с пациентами с комплексным кариотипом и без генетических аномалий. Наиболее агрессивное течение продемонстрировали пациенты, у которых были обнаружены и комплексный кариотип без дирекции ПКЧ-17 хромосомы в нашем исследовании. Вместе с этим и беспрогрессивная выживаемость также зависима от наличия тех или иных хромосомных аберраций и, в частности, анализ влияния комплексного кариотипа также продемонстрировал значимые цифры. Если подвести короткую черту, то мне бы хотелось еще раз сказать о том, что только комплексный подход с использованием всех возможностей современных диагностических, в первую очередь генетических методов исследования, это и стандартные цитогенетические методы исследования, и ФИШ-метод, и НЖС, которые, к слову сказать, сейчас мы начали данное исследование выполнять в нашей лаборатории. Мы создали панель генов, которая включает порядка 150 генов, значимых как для прогноза, так и для патогенеза множественной миеломы. И в ближайшее время мы с радостью поделимся первыми результатами, полученными в ходе выполнения данного исследования. Это использование ПЦР-возможности не только степенирования последнего поколения, но и, собственно, степенирования пациент ГРУ, которое нам позволяет, я уже говорила, обнаруживать у наших пациентов, кроме делекции 17П, другие молекулярно-генетические события, такие как мутации, и мутационный статус по 53 гена крайне сегодня важны. И эти исследования мы также в лаборатории выполняем, также в ближайшее время, надеюсь, мы сможем ими поделить. Мы сегодня понимаем, что благодаря вот такому пониманию, характеристике генетической, конечно, множественная миелома характеризуется многоступенчатой аккумуляцией генетических аномалий. Мы наблюдаем у наших пациентов клональную эволюцию. Генетические аномалии являются независимым прогностическим маркером у пациентов с множественной миеломой. И, безусловно, целесообразно, согласно последним данным и многих клинических центров результатов исследования и нашим собственным данным, целесообразным является выделение наиболее неблагоприятной группы, прогностические, так называемые, дабл-хит-миеломы у наших пациентов, характеризующие наиболее неблагоприятный прогноз и, безусловно, нуждающиеся в агрессивной тактике терапии. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Степановна, за очень подробный доклад. Спасибо. Сейчас мы перейдем к последнему нашему клиническому примеру, который сделает Сергей Васильевич Грицая. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу сказать, что я с большим удовольствием прослушу предыдущих докладчиков и хочу сказать, что у нас... Слышно, да, коллеги? Да, мы вас слышим. И я хочу представить клинический случай. Я хочу сказать, что когда я смотрел для предыдущих докладчиков, у меня в голове стало очень много складываться и даже появились какие-то новые идеи. По данному клиническому наблюдению, это, к сожалению, не наш собственный случай. Это совместное ведение больной в одном из регионов Российской Федерации. В мае 2019 года женщина 59-го года рождения отметила появление слабости, одышки при обычной физической нагрузке, боли в ребрах и дозвоночнике и нащупала у себя болезненное удолчение в ребрах справа. Я думаю, обычная для нас всех медицинских ситуация больная обращается к невропатологу. И в ходе обследования доктор достаточно корректно и своевременно обратил внимание на то, что у больного имеет место анемия и повышение слоя. Больной дополнительно были сделаны рентгенографические исследования. С проекцией позвонков были выявлены участки диструкции неправильной формы различных размеров. А в третьем рентгене право, там, справа, там, где больная ощущала, выявила у себя такую шишку, в общем-то, выявлено утолщение овальной формы с ровными пунктами. Достаточно приятная ситуация. Доктор своевременно заподобил множественные унилогов и отправил больную к гематологу. А в августе 2019 года, на мой взгляд, не настолько большой интервал, как обычно бывает в пиахте жизни. Тем не менее, в августе 2019 года у больной в анализе крови умеренная анемия. Угл 1-93, остальные показатели с пределами нормы. В миелограмме выявляются космосеточные инцентрации 46% властных клеток. При изучении гелков выявляются М-компоненты, повышенная концентрация иммуниток унильцы и выявляются КПЦ. Здесь я специально выделил красным цветом, подчеркнул высокий уровень лактаптикитрокеназа и повышенная концентрация бета-2 микроглобулина. Сегодня и Галина Николаевна, и Старислава Семеновича однократно подчеркивали значение этих маркеров для стадирования заболеваний по группам рисков. И мне еще раз хочется обратить внимание публицистов на то, что если мы не имеем возможность, такая специальная показатель, об этом сейчас только что-то неполепно говорила Ирина Степановна, что если мы, к сожалению, не можем сделать генетическое исследование, то обязательно должны сделать лактаптикитрокеназа. Это позволит нам в ряде случаев при репрельных генетическом фрактозе. Умеренное повышение креатинина при нормальном уровне кальция И. В общем-то ПЭТ-КТ подтвердило изменения в передних отрезках правого третьего ребра. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, коллеги, те публицисты, еще раз на то, что как важно в дебюте заболевания проведение современных методов обследования больного, включая МРТ, КТ, ПЭТ-КТ. Сейчас мы все с вами хорошо знаем, что заявление вот о таких изменениях, в дебюте заболевания, тоже является маркером крайне неблагоприятного прогноза. В общем-то, с методом ФИШ, как ни странно, несмотря на то, что это не центральный регион, было сделано исследование, выявлено неблагоприятное для вам с локацией 14-16, был сформулирован корректный диагноз. Обратите внимание, больной сразу выявляет петия стати в шкале АССР, и больной начата стандартная терапия. Стандартная терапия в Российской Федерации это трехкомпонентной терапии с включением портозамиба, цифросфана и тельсаметазона, и больной назначена зеледроновая кислота. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok